Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перопьятом или же Александр, и сегодня мы вместе с вами поиграем в новую игру под названием Монстр Харвест, в которой мы будем заниматься своей собственной фермой, а на этой ферме будем выращивать животных-мутантов. Ну а если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Давайте начинать! Ну, выберу я персонажа вот этого в красной кепке, мне он нравится, звать его будут почему бы не Санчелыч, не вижу ни одной причины, а название нашей фермы будет Ферма Челыч. Классные названия, супероригинальные, так что войдет, ладно. Давайте начинать игру! В большом городе мне едва удавалось сводить концы с концами, но однажды мне пришло письмо от моего дядюшки. От него давно ничего не было слышно, но у меня с юности остались хорошие воспоминания о нем. Он был ученым и всегда с энтузиазмом исследовал природу. Интересно, как он сейчас поживает? Однажды мне пришло письмо от него, в котором он рассказал, что совершил чудесное открытие. Вещество, которое превращает растения в животных. В письме говорилось, что он назвал их зверрастениями. Открытие вызвало большой интерес, и почти за ночь вокруг его лаборатории образовался городок. Он пригласил меня приехать и присмотреть за его старой фермой. В письме говорилось, что он слишком занят исследованием, чтобы вести хозяйство. Он пишет, что много лет назад мне нравилось приезжать на его ферму. Меня на самом деле никогда не привлекала городская жизнь. Я люблю приключения. Думаю, я приму предложение дяди и займусь его фермой. Интересно, что ждет меня в новой жизни. А вот и наша ферма, которую мы переименовали, и какой-то безумный ученый. Ты куда бежишь? Ты ко мне? Привет, Санчелыч! Я надеялся, что ты получишь мое письмо. Это мой дядя? Прикольно. Реально безумные ученые. Мне нравится ферма, она очень цветастая. И есть безумные ученые. Что еще можно желать для счастья? Добро пожаловать в Зве Растенибург. Ага. И как мне произно... Ладно, я просто буду говорить Растенибург. Потому что... Произносить каждый раз я не смогу. Так люди стали называть городок с тех пор, как я открыл Зверорастение. Неплохо звучит, правда? Вот ферма, она твоя, если захочешь. Возможно, тут все немного заросло. Я слишком занят исследованиями, чтобы ухаживать за землей. И почти все время провожу в лаборатории в городе. Помнится, в юности тебе нравилось приезжать на ферму? Это было давно. Но я уверен, немного усердия и ферма будет выглядеть как новенькая. Думаю, тебе тут понравится. Тебе подходит сельская жизнь. И в Зве Растенибурге прекрасные жители. Мне нужно вернуться к исследованиям, заселяйся. А я приеду завтра с семенами и научу о сломам фермерского хозяйства. Ну хорошо, дядька. Я уже вроде как поспал, да? Да-да-да, кто-то стучит в дверь. Давайте посмотрим. Это он. Он же был далеко. У него мистика, магия. Кто стучал в дверь, признавайся. Доброе утро, Санчелыч. Как настроение перед первым днем на ферме? Я обучу основам, и мы заложим первый урожай, чтобы все было готово. Для взаимодействия, я понял, ты двигаешься гораздо... Ага. Большинство... Ага. Строка... Я понял. Окей, ничего полезного. Выносливость там, передвижение. Да, дальше можно с помощью инструментов очистить ферму. Киркой можно дробить камни. Я понял. Мотыга. Семена. Ну все, лейка, нужно поливать растения. Хорошо, дядька, ну все, ну я понял, ну... Все, я... Можно? Можно? Все. Я приступаю к работе. Я понял, как это делается. Итак, у нас есть мотыга. И думаю, первым делом нужно вспахать как можно больше земли. У нас 9 семян. Почему бы не посадить сразу все? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Прекрасно, давайте. А что это вообще за растения? А что это за растения? Это у нас семена мутатофеля. Прикольно. Зверорастения это созданные из культур монстры, которые горячо преданы своим создателям. С помощью красного слизняка можно изменить растения и создать зверорастения, но не более одного из каждого вида одновременно. Зверорастения помогут вам сражаться с другими монстрами в подземельях и добывать редкие ресурсы. Прикольно, мы их будем заставлять сражаться, это здорово. Ну чё, вырастим тогда кого-нибудь из мутатофеля? Но похоже, для того, чтобы растение мутировало, нам нужен слизняк какой-то красный. Чё, на самом деле очень странно. Ладно, всё это дело мы сейчас как следует обильно польём. И посмотрим, каков будет результат. Не знаю... А, не полито, смотрите-ка. Не знаю, стоит ли заниматься расчисткой территории прямо здесь и прямо сейчас. Хотя вот эти деревья мне явно мешают. Они загораживают наш огород, меня это подбешивает. Так что давайте сразу же уберём нижние и боковые, те что слева. Эти брёвна тоже нужно разобрать. И это дерево меня тоже немножечко раздражает. А наш персонаж, похоже, хочет спать. Устал уже, да? Ничего не сделал, но уже устал. Очень интересно. Да, я пошёл спать, дружище. Санчелыч, за две минуты уставать бывает. Понимаю. Со мной тоже такое происходит. Спим до утра, конечно же. Конец дня. Похоже, реально каждое действие требует какое-то количество выносливости. Оно выросло, такс. А где? Вот и вода, которую можно набирать. Офигенно. Даже поливка растений отнимает довольно много выносливости. Жесть. Ну ладно. Всё мы тут полили. Вот это дерево тоже мы срубим. И тогда у нас получается фактически идеальная ферма. Но я бы хотел побегать по округе и посмотреть, что тут ещё есть. Уровень почвы первые. Тут можно прокачивать почву. Удивительно. Как можно прокачивать почву? И смотрите-ка, мы реально выбрались за пределы фермы. И это какое-то яйцо. Это чё? Лунная дыня. Стоит 50 монет. Прикольно. Ну, прикольно. А съесть её можно? Она большая. Она восстанавливает выносливость. Кстати, очень мало выносливости. Ну ладно, если придётся сражаться с какими-нибудь злыми монстрами. Хотя, смотрите-ка, на кувырки-то выносливость не расходуется. Значит, в бою тоже эта дыня ни к чему не приведёт. Она просто для работы нужна. А это, похоже, и есть тот растений-град. Название которого выговорить невозможно. Зверорастение Рополис. Как там его? Я уже даже и не помню. Ну, он красивый. Правда, в этом городе нет ничего. Никого. Ух ты! Целый город так быстро вырос. И всё вокруг лаборатории моего дяди. Ага. То есть город состоит из одного чувака, из моего дяди, который занимается экспериментами. Замечательно. Бывает, понимаю. А вот ещё какие-то существа бегают. Похожие на котика. С лиственными ушами. Очень миленькое создание. Птички поют. Кажется, там универмаг. Нужно зайти, осмотреться и заодно познакомиться с жителями города. Сейчас заскочим. Знакомство с горожанами наверняка сделает мою жизнь на ферме более приятной. Ну, давай. Что за... Так, стоп. Табличка. Добро пожаловать в Зверостенибург. Можно пойти налево, наверх и направо. Что мне это даёт? Непонятно. Ну, карта, в принципе, нормальная. Такая приблизительная. Конечно, было бы лучше, если бы карту можно было открывать самому. Но, вероятно, карту мы найдём или купим. Привет! Меня зовут Кэссиди. Я хозяин универмага. Я продаю семена и ещё более вместительные рюкзаки, если вам нужно набрать больше предметов. Всегда приятно видеть нового клиента. Добро пожаловать в Зверостенибург, город, который возник буквально за ночь. Люди приезжают отовсюду, чтобы увидеть Зверостени и слезняков, которых здесь обнаружили. Для моего бизнеса это идеальная возможность. Заходите в любое время дня, если хотите взглянуть на мой товар. У меня каждый сезон разные предметы, так что возвращайтесь. Ну, конкретно сейчас, что ты предложишь мне? Семечко мутатофеля, семечко редиса, улучшение рюкзака. У меня, кстати, 500 баксов. А предметы свои продать я не могу. Прикольно. Прикольно. Соль и сахар. Всё это нужно для готовки еды. Чё-то, дружище, так себе у тебя универмаг. Нифига толкового нет. А на рюкзак мне не хватает. Хорошо, тут ещё какой-то мужик тусуется. Здорово. Исследование подземелий может принести хорошие плоды. Но обязательно следите за окружающей обстановкой. Я понял, это что за место? Добро пожаловать в Слизняторг. Это название состоит из двух слов. Слизняк и торговля. Ясно? Ха-ха-ха. Меня зовут Шип. Мы со спайком хозяева этого магазина. Он не очень разговорчив, но я болтаю за нас обоих. Ха-ха. Если вам нужны припасы для скота, тогда вам нужно сюда. А ещё я могу улучшить ваши инструменты. За улучшение платят деньгами и минералами. Минералы можно найти в подземелье к северу от города. В подземелье к северу от города получается. Это значит наверх. Но будьте там осторожны. Приходите в любое время дня, когда мы открыты и мы с радостью поможем. Хм. Чтобы сделать себе зверорастение, нам нужен красный слизень. 200 баксов он стоит. Вы обнаружили красного слизняка. Если применить этого простого слизняка к растению, оно мутирует в зверорастение. Хм. А мута картофель мы сейчас как раз таки выращиваем. Хе-хе. Спасибо. Чё? Погоди. Я чё сделал? Я чё отдал ему слизняка? Чё? Эй. Верни обратно. Пипец. Я ему случайно слизняка как-то отдал. Жесть. Я не понял. То есть если ты выбираешь слизняка и направляешь... А чё он его забрал-то? Он его просто забрал и всё. А деньги не вернул мне. Я даже не понял, как это произошло. Пытаюсь повторить то же самое специально и не получается. Ладно, чё-то мне этот городок не сильно-то и нравится. Здесь какие-то ушлые, слишком людишки живут. Пытаются меня ограбить, обмануть. Я возвращаюсь на свою ферму. Я сейчас выращу мутировавший картофель. Он будет огромным, мощным. Я приду сюда и всех накажу. Так, но сперва нужно лечь спать. Пока растения растут. Давай. Да утра спим, конечно. Офигеть. У меня до сих пор остался осадок. Опа, на дождь идёт. Значит, растения не нужно будет поливать. Ложусь дальше спать. Всё равно мы ничего не теряем от сна, да? Да, мы не зарабатываем деньги, но и не теряем их. А растения... Они растут, нет? Ну да, я не могу поливать, потому что идёт дождь. Сколько должно пройти ночей и дней, пока наконец-таки вырастет мута картофель? Хотя бы один плод. Опа, вроде выросло. Что происходит? А, дядюшка, опять ты? С безумно взъерошенными волосами. Ну, здорово. Есть лизняк. На помощь, Санчелыч! А чем я тебе помогу? У меня нету ничего. Фу, ещё бы чуть-чуть. Раньше слезняки никогда не выходили из подземелья. Должно быть, что-то их потревожило. Обычно они довольно мирные. Встретимся сегодня ночью к северу от города, у подземелья. Нужно это изучить. Для защиты лучше взять зверорастение. Вот, можешь взять этого мутанка. Я создал его, приложив красного слезняка к мута картофелю. Разные виды слезняков приводят к разным мутациям растений. Но красный слезняк всегда производит какое-нибудь... Зверорастение. Вот меч, чтобы отбиваться от слезняков, которые тебе попадутся. Он тебя защитит. Мне нужно бежать в лабораторию. Но встретимся ночью у входа. Так, это мой первый монстр, друзья. Это реально картошка. Это картофельно. Картофельный монстр. Он маленький. Я думал, он будет больше. Но он милый. В любом случае, он реально милый. Так, окей. Давайте дождемся ночи. Спасибо, дядюшка, за первого монстрика. Нет, утро нам не нужно. Ждем вечер. И отправляемся на север. Только я не палил свои растения. Потому что... Потому что их же будем продавать. Поэтому надо бы палить. Давайте сразу это сделаем. И тогда уже можно отправляться на поиски слезней. И как я понял, слезни дают разный эффект. То есть непонятно, какой разный. Что за эффект может быть. Но красный слезень превращает растение в живое. А зеленый слезень превратит в живое? Или зеленый слезень сделает, например, овощ более питательным и вкусным? Вот тут понять сложно. Но разберемся. Так, возьмем сразу в руки меч. И... Может быть, по дороге кого-нибудь даже зарубим. Если, конечно, сильно повезет. Давай, картофелина, не отставай. Я хочу создать целую армию живых картофелин. Так. Так. А вот наш дядя. Ну, дядь, я бегу. Вроде как. Да, бегу. Действительно бегу. Привет, Санчелыч. У меня долго... Меня долго не было. Пришлось собирать кое-какие предметы для моего исследования. Не понял, что это было? Ну, ладно. Тут какая-то безумная бабка бегает с растением. И куда только ушел мой сын? Он сейчас в том возрасте, когда энергия бьет ключом. У нее классное зверорастение. Какой-то глаз. Видали, да? Так, ладно. Идем на север. Я не знаю, что-то дядя подошел, сказал, меня давно не было. Я что-то искал. И сразу исчез. Ну, он поехавши. Так, судя по карте, нам нужно на север двигать. Туда-то я и бегу. Ну, да. Вот север. Скалистая гряда. Да, берегись подземелья. Непонятный дядя. Че вообще странно? Оба-на. Какой огромный скелет. Какие-то существа, помимо слизней, носятся туда-обратно. Мне становится немного не по себе жутковато. Жутковато. Видишь? Это был Ригель, директор слизняком-насос. Компания появилась в городе всего за несколько дней до твоего приезда. Они качают слизь в город, чтобы снабжать энергией некоторые здания. Так это же хорошо. Я слышал, что они хотят извлечь выгоду из моего открытия. Но думаю, выводить слизняков из подземелья небезопасно. Интересно, что они замышляют в подземелье? Я заметил, что теперь слизняки повсюду. Такого раньше никогда не было. Думаю, то, зачем здесь занимается слизняком, как-то связано с этим. Можешь пойти в подземелье и узнать, что они замышляют. Во время исследований я обнаружил, что днем подземелье слишком опасно. Исследовать его нужно только в ночное время. Обязательно нужно брать с собой зверорастения для защиты. В подземелье полно диких зверорастений и других странных существ. Сообщи, если что-нибудь обнаружишь. Нужно убедиться, что слизняком не задумал ничего дурного. Ну, конечно, как всегда, всю сложную работу переложил он на мои плечи. Ты кто такая еще? Обязательно отдохните, чтобы завтра у вас были силы. Ладно, погоди. Отдыхать нет чего? Я еще ничего не сделал даже. Ну, в подземелье светлее, чем снаружи. Это хорошо, это радует. Воу! Вы атаковали первым? Погоди, а мечом нельзя было атаковать? А-а-а! Я понял. Зверорастения бьются друг с другом. А я бьюсь со слизнями. Ну, ладно. Первый удар. Мистер Картофелина. Мутанк. Почему его зовут Мутанк? Это мистер Картофелина. Картоха. Знаю я одного картоху. Удар. Но у нас мощнее существо, чем вот эта огненная змея. Мимо. Так. Удар. А будут ли... Да, наши растения будут прокачиваться, и у них будут появляться новые удары. Интересно. Пока удар только один. Очень все это напоминает покемонов. Которых сделали растениями. И меня сейчас убьют, потому что... А у меня нет выбора. Я всегда могу только... Только атаковать, и все. Ну, я только могу нажимать одну кнопку. От меня тут ничего не зависит. Я сейчас проиграю. Ха! Победил! Два хп. Это, конечно, печально. Но мутанк прокачался. Скоро будет второй левел. Великолепно. Так, мутанк. Я больше не хочу тебя ввязывать в битвы. А что за ресурсы можно тут добыть? Вы обнаружили золото. Вот это хорошо. Его можно будет продать. Плюс алмазы. Наверняка тоже можно будет продать. Обнаружили красный кристалл. Это железо? А, ваш инвентарь слишком полон. Жалко. Пойдем тогда исследовать. Глаз? Что за глаз? Не хочу его трогать. Хотя, хочу его трогать. Почему бы и нет? Давай, глаз. Мутанк мой умрет. Ну ладно, мутанк. Прости. Вы проиграли битву. И что будет теперь? Я нашла вас у подземелья. А, так было задумано по сюжету. Значит, все нормально. Нужно быть осторожнее в подземелье. Там очень опасно. Если это повторится, я приведу вас сюда. Но постарайтесь лучше о себе заботиться. Ладно? Кажется, вы потеряли всех звери растений, которые с вами были. Но смогли собрать немного сердослизи. Сердослизь содержит воспоминания и силу погибших зверорастений. Ее можно внести в почву, и вырастут еще более сильные зверорастения. Так что особо не горюйте, что потеряли их. Хорошо. Только где-то свердослизь. Или как она там называется? Ямс-ямс. Золото. А где сверда вот эта вот слизь, которую я оставил? Ее нет, по-моему. Ну, то есть, реально, ее нет. Получается, мой мистер картоха исчез навсегда. Травяной чай могу себе купить. Который согревает вас и восполняет небольшим объемом выносливости. А где моя картошка? Как же я теперь буду без своей картошки? Она наверняка лежит на этой земле. В одной из этих могил. Прости, картошка. Я обязательно когда-нибудь вернусь за тобой. Значит, один слот всегда нужно оставлять, пожалуй, для того, чтобы эту свердослизь сохранять. Чтобы можно было картошку воскресить. Но я и сейчас могу попробовать это сделать. Правда, вряд ли получится. Надо идти спать. Эта вылазка в подземелье провалилась. Но так и было задумано. Да, я хочу восстановить выносливость. Конец дня. Ну, смотрите-ка. Она уже выросла. Да! Выросла. Так, у нас есть вот эта штука. Ям-ям, да. Съем. И взял картошку. А как теперь использовать на ней слизь? Мутатофель. А что, если надо сделать, знаете как? Вот так, да. Ха-ха! Мута-картофель! Ха-ха! Новый! Новый, свежий, молодой, красивый, прекрасный! Ты снова со мной, дружище! Ты снова со мной! А у тебя сохранился опыт, интересно, нет? Не-е-е-е! Это мутанг первого левела, абсолютно без опыта. И единственный его недостаток, он слишком много промахивается. Каждый раз, когда мы пытались атаковать эту змею, он промахивался. У нас было больше хп, но мутанг то и дело не хотел атаковать. Такс, а вот это мне нужно. Иди сюда. А сейчас не получится, да, использовать? Нет, погоди. Нет. Ну, я не знаю, как сейчас, можно использовать, видимо, никак нельзя. Я пытаюсь, но ничего не выходит. Только на растущий картофель можно использовать красную слизь. Ладно. Зря я, наверное, сразу этого не сделал. Ой, точнее... Блин, да опять. Зря я сразу вырвал всю картошку. Но я просто и представить не мог, что по пути нам повстречается такое количество красных слизней. Такие вот, друзья, дела. Ладно. Оба, ну что за здоровяк? Мои родители прямо без ума от науки. Но это не мое. Я больше такой, чтобы спортом позаниматься. Так вот. Сейчас попробуем продать эту картошку, заработать денег и купить семена, например, редиса. Было бы неплохо. А как продавать? Че, как продавать-то? Я не понимаю. Че бы я не... А как деньги вообще зарабатывать тогда, если ничего не продается, блин? Как продать? Я все кнопки нажимаю, пытаюсь перетащить, но оно даже не выделяется. Дичь какая-то. Я не знаю, как продавать предметы. Меня научили всему, кроме продажи предметов. Хотя, тут даже не показана стоимость. Значит, и продавать именно этому чуваку нельзя. Нужно найти какой-то отдельный специальный магазин, в котором я смогу продавать предметы. Думаю, что работает это именно так. Может, справа где-то? Лимон, коллекции, это не то. Ну ладно, друзья, с этим будем разбираться, если что, потом. Ну а пока на этом все. Большое вам спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч, удачи, пока. Счастья вам. Любите картошку. Любите картошку. Любите картошку.